И снова здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Свежак, с вами Виджей Чак, и пришло самое время в очередной раз погрузиться в таинственные и немного пугающие глубины деформологии вместе с нашим практически уже постоянным гостем, вокалистом московской шок-рок группы Deform, последним мертвым романтиком эпохи, я бы даже сказал, опарышем гламура-деформатором. Здравствуйте, падре! Здравствуйте! Недавно на нашем официальном сайте, нашего телеканала www.a1tv.ru прошла презентация премьера нового сингла группы Deform на песню «Дети телевизора». Я так понимаю, это тот самый сигнал, который возвещает о выходе нового альбома группы Deform. Ну, типа того. То есть уже практически вот-вот? Да, до конца марта, я думаю, что мы точно украшемся. Что нам готовит новый альбом? Ну, да, грядет, в общем, такой достаточно эпохальный диск, где будет порядка 18 композиций. 18 композиций? Да, там есть какая-то концепция, как это обычно бывает. Концепция тому даже куда больше, чем в предыдущих дисках. Вот, поскольку альбом делался в течение трех лет, так сказать, обдумывался, собирался. Ну, в принципе, нет, сам альбом написан гораздо раньше, там, прям после романтики, но делали мы очень долго все. Вымученный можно так называть. Да, именно в родах таких вот, в родовых муках. В схватках. До сих пор причем. Он так же и называется «Дети телевизора», правильно? Да, в чинельность. А новый клип называется «Телепроповедник», кстати. То есть, насколько я могу понять, то ты решил направить свой праведный гнев, диформологически, на телевидение. Совершенно верно. Хорошо, давай поговорим о телевидении. Что тебя конкретно не устраивает в современном телевидении и что бы ты, я не знаю, изменил? Я считаю, что телевидение, это, наверное, служба идеологии нации. В общем-то, как это, на самом деле, задумывалось всегда, когда телевидение только появилось. Сегодня, на мой взгляд, это такая помойка, как и город Москва остался. Все подряд. Да. Не, ну, вижу, все подряд. То есть, в принципе, программ, которые могли бы правильную такую функцию выполнять, что называется, то есть быть развлекательно-образовательным, телевидение сегодня, на мой взгляд, таким не является. Ну, разве что, может быть, процентов на 30. Причем мы хитро сделали, что эти программы, в основном, которые являются образователями, они... Детские. Нет, они зачастую мистические, кстати, именно. Что лишний раз подтверждают на то, что какие-то идеологи, сидящие наверху, постепенно переводят мир на мистические рельсы. Прошу раньше телевидение было добрым. Оно не отражало у нас настолько вот уродливую форму этого человечества. А сегодня как бы уродство поддается, но какой-то гламурной картинкой. То есть, меня бесят стандарты, которые есть сегодня в телевидении. Вот это вот выращивание потенциальных рэперов. Красавец фотомоделей. И переуспевающих бизнесменов. Да, ну это такая иллюзия пустоты, на самом деле. И таких лживых идеалов. В общем, оно под управлением Люцифера, как это и было всегда, к сожалению. Мне как тоже телепроповеднику, в общем-то, обидно. Я ведь тоже телепроповедник, с одной стороны, правильно? Скорее, ты озвучиваешь стилистику канала больше. Ведущие, наверное, меньше всего будут в аду гореть. Слава богу, я не буду гореть в аду, а будут гореть кто-нибудь другие. Яка Боич, например. Да, это вряд ли. Ты был одним из тех людей, кто активно, в общем-то, выступал против принятия некого законодательства, да, против того, чтобы в общественных местах там неформалы и прочие представители субкультур не могли себя выражать, в том числе и с помощью внешнего вида. Ну, допустим. Если бы у меня была возможность, скажем так, в этой стране решать какие-то вопросы, я бы, наверное, все-таки бы пожестче относился к таким вещам. По той простой причине, что есть, допустим, 15-летняя малолетка, которая тащится, допустим, от каких-то неформальных групп, и вот в такой вот короткой юбке возвращается там ночью домой с концерта и, может быть, изнасилован он, например, сегодняшними гостями столицы, которых в избытке. А это действительно такое, к сожалению, происходит. И, на мой взгляд, будет происходить дальше, к сожалению, в обостренной форме. Вот здесь бы я бы, наверное, да, насылал бы гонение на такую культуру, заставляя, по крайней мере, после клуба переодеваться. Но это глупо. Это скорее похоже на старческий бред. Ну, какие-то такие, да, маратматические нотки. Да, проблема бы снялась, с одной стороны. С другой стороны, как бы, это же собственное самовыражение. Но это же все равно для них униформа. Это способ самоидентификации среди толпы. А я бы предложил, например, нашим властям внести какой-нибудь другой законопроект, который запрещал бы, например, сидеть на картах, грызть семки и пить его что-нибудь в этом духе. Может быть, он гораздо лучше повлиял бы на людей. Я бы лучше тех, кто сидит на картах, а на каменоломни бы больше пользы. Сейчас я вижу, такая пошла мода, тенденция использовать в клипе животных. Вот у Аматрии на прошлом клипе была игуана и собака, а у тебя там осел или ишак, я, честно говоря, не знаю. Ну, осел вроде. Вроде осел, да? Что он собой олицетворяет? Шаканно. Олицетворяет он, на самом деле, собой въезд проповедника в город, как когда-то выезжал Иисус Христос на осле в город. Вот, ну, фишка здесь в том, на самом деле, что клип является сборищем гадостных, так сказать, символов и слухов, которые кроются обо мне в том, что я гомосексуалист, сатанист. Я решил для всех своих друзей, как бы, сделать такое специальное... Вся правда деформатор. ...юморное видео, которое бы действительно меня, скажем, показало со всех сторон для них, кем я, на самом деле, не совсем, видимо, являю. То есть все, что мы увидим в этом клипе, это какая-то кривая правда про тебя? Да, безусловно. Первый раз я увидел тебя в клипе в образе женщины. В образе женщины. Каково у тебя было в этом образе? И олицетворяет ли образ женщины какое-то тоже, возможно, мировое зло или что-то с чем-то нужно бороться? Ну, в общем-то, безусловно, кстати, клип в этом отчасти отражает. Просто образ женщины четко совпадает с мифом о духе утренней звезды именно Люцифере, которая как бы как раз планета Венера, покровительство вот этих всех. То есть женщина, она-то и есть, на самом деле? Ну, как бы, для меня, возможно, женщина и бог, и дьявол, поэтому... Я еще двинут на этой теме, поэтому... На женщинах? Да, поэтому как бы мне интересно это отображать в искусстве, каком бы оно ни было, тем более в таком ширпотребном, как съемке клипа, вот эти копейшины и так далее. Это интересно. А вообще, да, женский образ, он такой... В случае особенно, когда это играет мужчина, тем более настоящий... Стоящий мужчина, тысячи чертей! Начинается такое, да, Мерлин Менсон. Мерлин Менсон. Хорошо. Итак, наша лекция подошла к концу. Спасибо тебе огромное, что пришел. А вам, дорогие дети телевизора, я предлагаю сейчас поближе присесть к вашим голубым экранам и зацените новое видеотворение группы The Forum под названием «Телепроповедник». Субтитры подогнал «Телепроповедник» Опять оказана мне честь Капитализм воскрес, воскрес Твой номер прежний, шесть, шесть, шесть Ещаю город на осле Во имя мира на земле Какая жесть, какая жесть Твой номер шесть, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть Твой номер шесть, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть Твой номер шесть, шесть, шесть Агрессия, агрессия, Великая депрессия, У телевизора семья, Где правят технократия Капитализм сидит в седле Во имя правды на земле Какая месть, какая месть Мой номер шесть, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть Мой номер шесть, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть Мой номер шесть, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть Мой номер шесть, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть, молодец, шесть, шесть, шесть Вступая по карьерной лестнице, держись меня на расстоянии Мы заселенными обедами, мы между телесериалами Снимаем речи проповедника, рекомендую, что я о раскопим Те номера, как прежде выигрыша, выходим темными бурами Какая жесть, какая жесть, молодец, шесть, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть, молодец, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть, молодец, шесть, шесть Какая жесть, какая жесть, молодец, шесть, шесть, шесть Продолжение следует...